Доброе утро, страна! Меня зовут Саня, а это у нас новые земли, или новая земля, или как вот, ну что-то новое, что-то new lands, короче, в общем. Так, у нас тут продолжается ливень до сих пор, и как бы уборочка-то встала. Уборочка встала, но это не очень страшно, потому что у нас есть лес, у нас есть то, сё, третий, десятый, миллион всякого, вот, 18 бочек за чем-то, непонятно. Ладно, хорошо, бочки это не очень плохо, оу, кстати, у нас тут уже, да, всё выросло практически. А, я решил тут траву засеять, ну да, трава это хорошо, нам нужно сено, нам нужно то, сё, третье, десятое, это замечательно. Ну что, так, у нас тут какие-то тюки ещё валяются, но ничего, сейчас приедет трактор, и мы всё это уберём. Это не страшно совершенно. Так, а какие у нас дальнейшие планы? А, оу, тут у нас план такой, созрел. Созрел план, это замечательно. Ну что, я предлагаю начать, у нас как бы какие планы? Смотри, у нас вот тут есть участок, да, производство извести и соли, кстати, нам пора бы уже этот, тут что-то с ним придумать. Вот я тут переливаю, переливаю воду, она в общем никак не перельётся. Десять тысяч ещё у нас этого того на этого, поэтому мы потихонечку переливаем. А в чём проблема? Вот уже семьдесят, кстати, тысяч кальций-СО3, это у нас известь. Кто не в курсе? Вот, а соль это у нас натрий-хлор. Итак, ну что, продолжаем разговор, берём какой-нибудь трактор. А, кстати, мы же купили в прошлый раз, кто не помнит, вот такую опрыскивалку. И в ближайшее время я хочу заняться кое-какими штуковинами, жирными, интересными. Распахивать новые поля, вот тут построить что-то интересное в этой... Ну я, блин, даже туда сейчас не буду ставить. Давай вот так вот сюда поставим, потому что хочу здесь ангар поставить. Ну или ангар, или навес хотя бы человеческий, такой, чуть побольше. Чуть побольше, поэтому... Ой, поэтому вот эти бочечки все ставим сюда. Туда к забору не ставим. Я буду разбирать вот этот деревянный сарайчик. Ну, к сожалению, небольшой, маленький всего лишь буду разбирать. Ой, фу, наоборот, в смысле. Так, ну как, опускаешься? Как-то вроде опускается. Отлично, хорошо. Берём вот этот трактор и потихонечку тут наводим порядки. Лесопи... Ой, фу, эта штука у нас работает просто шикарно. Единственное, что нужно будет вот так вот как-то этот прицеп сейчас забрать. Аккуратно, пока у нас тут кейсик переливает воду. Ну, вот, хорошо. Вот, заберём известь сразу. 24 литра извести. Можно будет забрать. И, наверное, в ближайшее время будем избавляться от этого прицепа. Он мало вмещает. Ости поворотной нет и тому подобное. Вот. А, так у нас же он свободен, да? Ну, отлично. Сейчас его и заберём. Сколько у нас? 46. Хорошо. А этот, в принципе, можно поехать продать. Сразу же. Так, разрешите, разрешите. Ну, проезжайте быстрее. Лошадки у нас растут. Пока что не можем расширяться. У нас не хватает территорий под лошадки. Наши лошадки делают что? Делают 27 тысяч уже на старте. И нужно ставить уже... Я подозреваю, конечно, но мне жалко овса. Что ставить не на 8 лошадей, а на 16. Ставить эту штуковину. Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Или всё-таки этот прицеп пригодится? Да нет, навряд ли он пригодится. Хотя, ну, как бы, вроде и да, а вроде и смысл от него какой. Так что мы сейчас берём, отправляем нашего работничка на магазин. Пусть себе едет, да? Пусть себе едет. Вот, и у меня тут созрел дикий план. Но для того, чтобы воплотить в жизнь этот дикий план, нужно, как бы, денег. Немалое количество. Я хочу затестировать кое-какую технику. Вот, ну, я думаю, ты уже всё знаешь. Всё спалил по превьюшке. Поэтому будем тестировать определённую технику. Чисто просто фуфан, как говорится. Интересно. Интересно стало. Так. Но для того, чтобы полноценно нам это всё тестировать, нам нужны ещё поля, ещё земли. И тогда у нас эти тестировки будут, как бы, полноценные. Так, а что у нас по поводу травы? Давай посмотрим. Траву включаем и смотрим. А, ну да, ещё далеко. Вот тут всё созрело. Так, но, к сожалению, созреть-то оно созрело, а толку от этого мало. Так, деревья. Лес такой прям, уф. Шикарная тут погода. Вот так вот сквозь лес смотришь на солнце. Прям дымка, туман вот этот от дождя. Да, всё класс. Вообще шикарно всё это выглядит. Лес, конечно... Как сказать? Не то, чтобы ультрашикарный, потому что вот эти спички, которые для работы. Но, в целом, выглядит прикольно. Так, куда бы нам всё это поставить? Я даже не знаю. Куда-то вот сюда спрячем пока что. И у нас тут, видишь, уже готовы. Уже всё готово для того, чтобы работать с заводом, с чипсами. Но у нас пока нет картошки. И, соответственно... А, я, блин, на маленьком взял, посадил... Ну, ладно. Мы тогда, наверное, траву соберём и переделаем... Так, а куда я вообще еду? А, вот сюда я еду. Сейчас мне нужно забрать ещё чуть-чуть там извести. Пусть будет. Пока оно производит, пусть будет. Но, весьма сложная система вот эта с этим производителем. Извести и соли. Страшный он, страшный. Очень много потребляет всего. Чё только не лень. Всё жрёт. Телотоннами, мегатоннами. Поэтому... Ну, я даже... Я даже не знаю, что с ним делать, если честно. Так, и что тут? Всё остановилось опять, да? Да, конечно же, остановилось. Почему это так работает, я не понимаю. Она, вроде, быстрее заполняется, чем выгружает. Но по какой-то неведомой причине... Оно делает вот такую бяту. Берёт и вырубается. Как с этим бороться, пока непонятно. Ага. Ну вот, отлично. Почти всё вывезли. Так что сейчас, наверное, будем приступать с лес. С лесом возиться. А потом... А потом... А потом... А потом, я надеюсь... Вот, кстати, по прогнозу погоды уже солнце скоро. Поэтому вдруг у нас что появится. Возможность поработать на комбайне или ещё что. Так что мы тогда, знаешь, что... Смотри. Сейчас берём комбайн лесозаготовительный. И немножко побалуемся с лесом. Его нужно вырубать. Нужно вырубать. Там нужно ставить... Освобождать место под... Завод под картошечный. Нужно. Так что вот, отлично. Мы приступаем к этому. Я ещё хотел вот это вырезать. Но я не знаю, как туда подъехать. Это, получается, мне нужно продать дом. Спилить вот эти два дерева. Убрать вот эту штуку. Ну как дом. Вот мой навесик этот продать. Он... Кто-то говорил, кстати. Какая жопа. Говорила, что это какой-то шалаш. Да ты посмотри, как шикарно. Лавочка есть. Всё это в зелени. Есть мусорочка, если что. Всё это висит, лежит и пищит. Ой-ёй-ёй. Красотень просто неописуемая. Даже шланг есть, если что. Что-то куда-то... Как бы, да. Кроватка двуспальная. Шикарно. На природе. Запах цветов. Травы. Сена. Какашек. Да! Всё отлично. Только единственное, да. Санузла нет. Но я езжу в санузел на завод. Вот сюда. У нас тут на заводе есть санузел. Отлично. Ну что? Работаем. Тогда. На, выпилки леса. Немножко. И у нас, кстати, доехал молодой человек. На траву вырубаем. Вот это у нас штуковина доехала. И тут... А, я понял. Всё. Отлично. Сейчас тогда берём этот молодой человек. Делаем продажи. Потому что вот так вот мы даже развернуться не можем. Делаем продажу прицепа. И как бы со спокойной душой валим отсюда работать с леса. 24 тысячи мы сможем выручить. Спасибо. 24 тысячи тоже нормальные денюжки. Прицепы пока что в больших количествах нам не требуются. Поэтому мы возвращаемся домой пустыми. Можем справляться с одним прицепом. Это не проблема. Всё. Погнали работать на лесозаготовительном комбайне. Где ты у нас тут? А ну, заводи. Он у нас, кстати, в аренде. Поэтому оплачивать всё это нужно. И нужно задумываться о покупке лесозаготовительного комбайна уже конкретно своего. Так что пилить не перепилить. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 И посмотрим, какой из них круче Погнали Вуаля, встречайте Кировец К7 Шикарный аппарат Выглядит просто как конфетка И Ростсельмаш 2375 А я что такой жирный, что не могу пройти Не менее интересный аппарат Тоже выглядит хорошо С офигенным обзором У Кировца, кстати, обзор чуть похуже Но, тем не менее, тоже очень неплох Внутри прям все шикарно Красиво А в Ростсельмаш Конечно, чуть попроще Ну как чуть попроще Намного попроще Но, ничего страшного Так, ну что Сейчас Первым делом, я думаю, что на каком Давай на Ростсельмаш на первом попробуем Вернее, мы сейчас пробовать не будем Нам нужно выкосить траву Та, которая там растет Ну, чтобы добро не пропадало Оп, вот так вот И будем распахивать Сначала чуть-чуть на этом Потом чуть-чуть на том И решим Какой трактор лучше В общем, а пока мы еще тут будем Выкашивать то все Третье десятое Ты пиши в комментариях Не, ну тут, конечно, намного Интереснее В Кировце Так А ты пиши перед тем Перед этими Перед тем И после того В общем, пиши Какой тебе трактор больше нравится РСМ Или Кировец А я погнал Выкашивать траву И собирать Ну, а потом будем пахать Уже, кстати, вот Вечереет Поэтому надо быстренько Монатки свои Ой, а я тут не проеду Надо убрать технику Вот примерно вот так Отлично Погнали Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Под хвост Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok это все вот там вокруг сараев этих отлично все погнали где-то примерно отсюда и погоним если что ну а если как бы перекроет чуть-чуть поля завод ну и ничего страшного поехали а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 500 тысяч, чтобы купить себе что-нибудь, какую-нибудь бяку прикольную. Да уж, бяка прикольная 400 тысяч. Это вам не ковыряться в носу, как минимум, да? 400 с хреном. И ни одну эту бяку нельзя красиво красить. Вот этот прям здоровый какой-то Нокиан. Ага, я вас понял. 470 понсэ. Понсэ это такое у нас. Или КамАЦУ. Да, тоже. Тоже неплохая штука. В общем, все это неплохие штуки. Все это неплохие штуки, но все они стоят бешеных денег. Ну что ж, ребятки, это мы будем решать потом. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Если не понравилось, ну, ставьте пальцы вниз и напишите в комментариях, что именно не понравилось. Вот. Скажите, что скатился, все как всегда. И что? Ну и да, пальцы вверх. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Рекомендуйте видео друзьям, пишите комментарии, переходите по ссылкам в описании на второй канал. Там у нас есть, да, играем во всякие разные игры. Вот. И заходите к нам в Дискорд. Всем всего хорошего, до новых встреч. Пока-два.